Значит так, если мы уж рассуждаем о магии, то надо рассказать, как её развивать в себе, да, предчувствия. Но по развитию предчувствия есть куча книг, да, то есть надо тренироваться, да, каждый раз, типа, как бы, вот сколько в этом лесу этих самых, да, каких-нибудь животных, например, представлять, или отвечать себе на вопрос, то есть, да. Вот вы о чём-то не знаете, но вас очень интересует. Надо представлять себе, что вы знаете ответ, да, и какой он может быть, да, ответ, и думать, что он правда, да, со временем вы научитесь точно, а ответы представить сначала будут ошибки, да. Сколько вот в этом лесу кошек, например, обычных кошек, это лес около города, ну вы скажете 12 сначала, да. А лес большой окажется 186, вот, со временем вы в себе разовьёте такие способности, которые, да, вот это вот, соответствуют мистицизму, да, и вот этой вот магии, доступной всем. Но некоторые не хотят которую, да, владеть, да. Кстати, да, предупреждение, чтобы это работало, не бухать, да, не пить кофе желательно, не это самое, да, чтобы разум ваш находился в этой, да, в полной трезвости, иначе от этого мистицизма будет одна хрень, да, в общем-то, не получится нифига. Все, вся польза, все успокоение, да, оно будет зря. Вот, кстати, ещё, ещё там, если дальше базарить на эту тему мистицизма, вот чё. Надо находиться, то есть в лесу иногда, часто бывать, желательно, почаще, да, потому что лес, он заряжает энергией и успокаивает. Чем дальше вы находитесь от города, конечно, нет, конечно, троллинг такой, чем дальше вы от города находитесь, нет. Вы не должны далеко находиться от города, просто в лесу вы успокаиваетесь, вас не волнуют люди, поскольку люди, как правило, они друг к другу агрессивные, да, вот находятся. Неправильно сказал, люди, да, они друг к другу не доверяют обычно, да, в городе там живут, бегают, что-то там. Не должны вы, то есть, да, на такое вестись, да, вы должны на природе бывать обязательно, а то ваше колдонство не будет работать, нифига. Да, да вы жить-то не будете, вот только в беготне, да, и можете, как некоторые люди, устраиваться в офис, да. Я просто одну историю, да, знаю, да, человек, по-моему, несколько, кстати, как они в офис устроились. То есть, они пришли туда в офис, да, сказали, устроите нас, да, там-то. Там устроились, должность ответственная, бабки платятся, да, и они туда свой настоящий телефон засунули. Их рабочий день теперь 14-часовый день, поскольку им звонят до рабочего дня, после рабочего дня, ночью, днем, при конце света, да, вообще. В любой момент у человека нет ни своей жизни, ни личной, ни выходных, ничего. Потому что каждый, не знаю, ему 20 минут, ему звонят на телефон, типа, вот там, вы там бабки перевели, что-то такое спрашивают, да. Что-то там вы включили, переключили, там, переоформили, оформили, когда там чего будет, когда бабки переведутся, там что-то спрашивают, да. Да, нафиг это надо. Кочи, должен быть отдых в любом случае. Лучший отдых, так по мне, в лесу. Вот. Потому что остальные как-то, они ущербны, да. Главное, отдых на перенапряжение тоже не переводить. Если хотите по этому пути идти, да. Пути спокойствия и медитации, там, мистической магии. Главное, отдых не переводить напряжение, потому что это будет еще хуевее, да, ой, господи, да. Потому что если вы будете там в качалку ходить, да, то есть, из офиса съебались, ооо, на машине проехались, да. Скажете, у меня там жиры, да, я распух. Пора ко мне в качалку пойти. Вот, в качалку вы идете. И там еще больше своих сил вытягиваете, потому что злые как собаки на все, да. Злые как собаки, да, и нифига толку нет. Вот, не надо так делать. Так делать не надо. Если вы в качалку, лучше вообще не ходить, нафиг это надо. Купите велосипед. Не знаю, велосипед, бегайте там. Активный отдых, только легкий спорт, да. Если у вас машина, машину просто поставьте в гараж. Путешествуйте без нее. То есть, от остановки, допустим, вам надо пройти 2 километра где-то там от электрички, да. Вы приехали, вам надо куда-то проехать. Вот от электрички 2-3 километра. Идите пешком. Никаких автобусов, троллейбусов, трамваев. Да, вот так вот. Идите пешком. Никаких ни такси, ничего. Идите пешком, ходите. Наслаждайтесь. Даже по Москве. Полезно. Короче, прогулка должна быть каждый день. В любом случае, у любого человека. Неважно. Как бы, да, собирается он стать это самое, да, таким. Который может что-то понимать в мистицизме и предсказывать что-то или нет. Или просто хочет. Жить нормально, нет. Прогулка обязательно. У любого человека должна быть. Не знаю, пару часов в день хотя бы. Я откатаюсь по 4 часа на велике просто, да. Не спешу, а вот. Вот мы едем. Если бы я ничего не снимал, я ехал в 2 раза быстрее бы. Поскольку мне бы тормоз был в руках, я бы мог в любой момент затормозить. То есть сейчас я тащусь 2 километра с половиной до 3, да. А так бы 7-8 катился просто тут и все. Вот и ничего не записывал бы. Никакой магии, да, ни мистицизма, ни о чем-то. На картах лучше не гадайте, да. Это оставьте профессионалу. Кто в этом разбирается. Поскольку я сам не понимаю, кто там в колоде чего. Я даже как-то раньше в школьные годы в дурака там или в козла умел играть, да. Что-то там обсчитывать, пересчитывать какие-то там. Я теперь не знаю даже, как карта расположена. То есть если я от 1 до 9-ки я понимаю еще, то тут король, королева я уже нет. И вот эти биковые, хуиковые, да, это вообще... Это вообще я не понимаю. Это для меня уже недоступно. Про карты, да, про вот эти вот значения, кто чего значит, да. Да я, наверное, в шахматы никого не обыграю. Если я раньше умел, то сейчас уже эти подзабылось. Я скорее в доту научусь, который сейчас петь не выношу, чем сейчас буду в шахматы рубиться, да. Вот, короче, так. В общем, живите в гармонии с природой, да, это важно очень. Это очень важно. Важнее, чем с людьми. Люди это такие страшные тварин их нафиг обычно. Я уже об этом говорил. Они друг друга не любят, не уважают. Пуш, пример такой, я предвожу вам пример, да. Вы когда-нибудь видели такого, чтобы, например... А, там никто не едет. Что, например, лось другого лося убил просто. В пьяной драке. Что, не было такого? Вы посмотрите, не было такого. А то, что... Медведицу ее, медвежата, убили из-за берлоги. Вы видели такое когда-нибудь в жизни, да? Вот, по отборке новостей прочитайте, вы такое видели когда-нибудь? Нет. Такого и быть не может. Это все людские, только пороки, потому что люди это самые страшные твари. Вот. Лучше от них чуть-чуть ограничиваться, да? По крайней мере, общаться только с доброжелательными людьми, да? А кто не уважает никого, кто неадекватным становится, пусть они с такими же общаются, да? И перебивают друг друга. Потому что есть люди, которые только ради войны тут на этой планете материализовались, да? Там из ничего. Из 2D пространства собрались, да? В этой планете, да? Из битов во вселенной они собрались, да? И их интересует только война, да? Ссоры и дом 2 смотреть. По телевизору. Вот. Ладно, тачим-то, и врегут. Варена, из больше 10 минут не болтаю. Тушите свет, в общем, да? Поняли. Спокойствие, это главное. Спокойствие, предчувствие. Развивайте в себе все. Про медитацию изучите Ашо. Хорошо изучать Ашо. Учение Клауса Джоула, да, вот это. Так, и... Если вы в России живете, и вас не перекореживает, то Вадим Эзеланд, писанин, тоже можно брать. Но он перемудрил, там, про эти маятники лучше для начала не брать. Лучше заниматься Ашо читайте тогда. Полным набором. Та же самая хронометраж, тоже 35 книг. 35 книг по тысяче страниц. Хронометраж одинаковый, а понятнее лучше. Продолжение следует... Продолжение следует...